Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Надо сближаться. Финский министр финансов признал экономический крах и призвал сблизиться с Россией. Иногда не нужно быть шахматистом или великим, чтобы понимать, какие последствия тебя ждут за твои же деяния. Для этого просто надо хоть немного шевелить содержимым в своей черепной коробке. Правительство Финляндии очень поспешило с введением санкций против нас. Зато как все красиво для них начиналось, уходили хлопнув дверью, показательно сжигали с нами все мосты. А теперь буквально кричат, мы разоряемся. И кому спрашивается, сделали хуже? Новый премьер Финляндии стал считать убытки за предшественником и седых волос на его голове заметно прибавилось. Министр финансов Ри Капура объявила, что дефицит составляет 8-3 миллиарда евро, население стало жить куда хуже. Эксперты, при том не наши, а финские, с горечью объявляют, что рост экономики страны к 2024 будет довольно вялым. Всему виной устойчивая инфляция, люди теряют работу, но по словам все тех же экспертов умеренно. Ко всему и покупать финны стали меньше, что по экономике также ударило. Еще одним немаловажным фактором для упадка Финляндии является тот факт, что в главных для нее экспортных странах Швеции и Германии тоже все плохо. И да, тоже по весьма очевидным причинам. Без российских энергоресурсов в Европе довольно грустно стало. Финский Минфин уверен, что ситуацию надо исправлять, при том срочно. Надо сближаться, такие призывы все чаще слышно в Финляндии в кругах власть имущих. Но разве кто-то будет слушать каких-то финансистов и экономистов? Нет. Они не слушают и, набив огромные шишки на лбу, все так же яростно прыгают на те же грабли, которые заставляют простой народ нищать. Недавние палки в колеса были весьма показательными, автомобилям с российскими номерами нет места в ЕС и Финляндии в том числе. Такие гонения попахивают откровенным шовинизмом, не вяжется это с образом терпимых и дружелюбных европейцев. Впрочем, маски давно сброшены. Это, конечно, их право, их границы. Но я не понимаю одного, это так вы с нами сближаетесь. Пока в Государственной Думе звучат призывы закрыть границу в ответ, я считаю, что подходить к делу надо основательнее. То есть никакого экономического сближения, о котором говорила Ри и Капура, быть не должно в принципе. Если этот народ не понимает очевидных вещей, то о чем можно говорить? Видимо, пока не так сильно ощутили экономический крах. Ничего, у них еще будет такая возможность ощутить все прелести своих неразумных решений. Если изближаться, то это не должно быть как одолжение, мол, так и быть, можете снова нас поддерживать и содержать, так и быть. Это должен быть нормальный диалог и публичные извинения со стороны финского правительства. Такие выпады не должны оставаться незамеченными. Финны придут, это лишь вопрос времени. Но стоит ли их прощать? Дорогие друзья, а как считаете вы, что должны сделать финны, чтобы мы вновь могли им помогать? Как считаете, долго ли их правительство будет заниматься показухой в ущерб благосостояния народа? Поделитесь своим мнением в комментариях. Европа начала задумываться о самом страшном, о глубине той ямы, которую заманили их США. Чего им стоил разрыв отношений с Россией? Они, кажется, начали сознавать, а теперь вдруг задумались, а можно ли будет их починить и ужаснулись. До сих впервые дошло, что предусмотрительный гегемон отнюдь не только трубы газопровода взорвал, чтобы отступать было некуда, но и еще много чего предусмотрел для Старого Света. ЕС не отменит санкции. Проблема заложена в самой процедуре принятия санкционных решений. Как для ведения санкций в действие, так и для абсолютно любого решения об их отмене в Совете ЕС должно быть принято единогласное решение. Рассказал журналистам дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе. Все дело в том, что санкции приняты таким образом, что их отмена должна будет проходить аналогичную процедуру, то есть единогласное голосование. И если хотя бы одна из 27 стран Евросоюза проголосует против отмены, то санкции останутся в силе. А отмазываться они будут очень красиво, мол, мы тут понесли ущерб, надо оплатить, а они не хочут нам этот ущерб возмещать. Короче, все поняли. Особенно все это будет актуально в случае расширения ЕС за счет новых стран. Вот уж с ними будет в жизни не договориться. Браво Америке, ловко все продумала, а вот Европа, что же пусть страдает, если уж она именно такой путь для себя выбрала. Впрочем, надо признать, Америка из собой обходится столь же безумно, штаты продолжают самозакапываться. Новый закон, схожий с законом Калифорнии, был принят во Флориде, он запрещает нанимать китайских студентов и аспирантов на работу в научных лабораториях государственных вузов. Эта мера также включает запрет на предложение работы гражданам Китая и еще шести стран, вызывающих озабоченность, включая Россию. Кроме того, теперь наим студентов и аспирантов из Китая требуют специальной процедуры утверждения со стороны государства. Однако, неясно, кто и как будет проводить эту процедуру, так как остается вопросом, какой чиновник будет готов подписать бумагу, подтверждающую безопасность конкретного студента или аспиранта. Впрочем, можно не сомневаться, что, учитывая характер отношений между США и Китаем, чиновники будут запарывать всех подряд. Все это свидетельствует о том, что великий насос, перекачивавший мозги из России, Китая, Индии и других стран, вот-вот остановится, а ведь именно на нем базировались американские технологии. В любом случае, поздравляем США, они отлично справляются с задачей по ухудшению собственного будущего. Иск на 15 миллиардов долларов, как немцы вступили в глупую схватку с Газпромом. Представьте себе картину, немецкая компания Uniper, словно капризный ребенок, подает иск на 15 миллиардов долларов против Газпрома. Да-да, вы не ослышались, немцы решили, что могут выкручивать нам руки, не платя за газ по новым условиям, которые, кстати, они сами же и потолкнули. Все началось с того, что Запад и Европа, как в лучших традициях бабушкиных сказок, решили вести санкции. Ну, а что, думали, что можно обойтись без наших ресурсов, взяли и наложили санкции. Только вот не учли одного, газ-то нужен. Очень нужен. И тут появляется наш мудрый лидер Владимир Владимирович, который предложил простой и изящный выход, платить за газ в рублях. Логично, не правда ли? Если у вас заблокированы валютные платежи, почему бы не перейти на родную валюту? Реакция немецких партнеров, но немецкие партнеры решили, что они умнее всех. Унипер, заключившая контракт на 20 миллиардов кубометров газа ежегодно, отказалась платить в рублях. Представляете, это четверть всего потребления энергии в Германии. И что же они сделали? Правильно, отказались платить, думая, что газ будет продолжать течь по трубам просто так. Конечно, Газпром мгновенно прекратил поставки. А что вы хотели? У нас нет таких обязательств, обеспечивать Европу бесплатно. Это вам не благотворительность. Теперь давайте взглянем на Унипер. Эта компания была на грани банкротства всего два года назад, и ее спасло правительство Германии, влив почти 30 миллиардов евро. Не много ли для спасения компаний, которая не может соблюдать элементарные договоренности? Их национализировали, и в 2023 году они показали хорошие финансовые результаты с доходом около 108 миллиардов евро. Но как только запахло жареным, они сразу же подают иск в Стокгольмский арбитражный суд, требуя компенсацию в размере 15 долларов миллиардов. Контракт с Газпромом продлевается до 2035 года, но в свете отсутствия поставок газа Унипер планируют его расторгнуть. Почему? Да потому что из-за задержки с платежами в рублях они вынуждены были покупать топливо на спотовом рынке по гораздо более высокой цене. Это чуть не привело компанию к банкротству. И это при том, что сами США и Европа препятствовали нам получать валютные платежи. Мы добросовестно исполняли свои контрактные обязательства, поставляя газ. Но в один прекрасный момент все деньги, которые Унипер должна была перечислить Газпрому, оказались заблокированы. Что же делать в такой ситуации? Поставлять газ бесплатно, как и полагали наши друзья. Нет уж, извините, наш президент правильно потребовал платежи в рублях. И если они не желают этого делать, пусть несут ответственность сами. У нас есть другие покупатели, которым мы можем продать наше топливо. Смешно, что Германия, спасая Унипера от банкротства, влила в нее миллиарды евро, а теперь компания требует компенсацию в 15 долларов миллиардов. Какая невероятная дерзость. Это цирк без совести, и он разыгрывается на глазах у всего мира. Мы же, как добросовестные партнеры, просто хотели получить оплату за наш продукт. Если им это не нравится, пусть ищут другой выход. Поиск альтернативных путей неужели это такой страшный кризис, что мир сейчас не может жить без российского газа. Казалось бы, весь мир толкает нас в угол с санкциями, но ведь все прекрасно понимают, что без нашего топлива Европа далеко не уедет. А если кто-то считает, что можно так просто обойтись, пусть попробуют на практике, что значит жить без газа. Впрочем, мы уже видим, как они мучаются, поднимая цены на электричество и энергию в целом. Российский газ, это вам не пустышка, важно помнить, что российский газ – это не просто сырье. Это символ стабильности и уверенности в завтрашнем дне для многих стран.